Они, оказывается, эффективность понимают, как квантовая эффективность приемников нужна на экспозицию, что совершенно необычно для отписанных астрономов. И вот в этом ключе я, собственно, и буду рассказывать. Шестиметровый телескоп, это был первый в мире крупный телескоп на артезимутальной установке с цифровым управлением, тогда было пионерское решение, и он продел, собственно, ряду всех крупных телескопов, на которых все равно выдают. Ну, не все так было хорошо со всем остальным, и у нас на сегодняшний день я просто перечислю проблемы, которые мешают нам жить, и которые нам очень трудно бороться. Во-первых, это длинная труба. Когда делали ВТА, технология писька не позволяла делать синтезивные зеркала, и была синтезивная зеркала L4, как на Баламаре. Как результат, купол очень большой, и воздушные потоки портят нам изображение. Наконец, Торгер, где-то с 50-х годов, появилось понимание, что нужно следить за частотами трубы. У нас собственные частоты у данного камертона близки к частоте управления, и, как следствие, это не просто колебания, а автоколебания с частотами 0,2-0,8 Гц, и очень большая частичность микровой нагрузки. В маленьких веках на юге 9 провалов, так вот начинают болтаться. И, наконец, чувствительность формы зеркала, температурные перепады. Ограничение перепада температуры зеркал атмосферы плюс-минус 10 градусов. Это, правда, вот в последних два обстоятельства они не очень много проезжают телескопного времени. То есть нельзя открывать телескопы, какие-то перепады. Но, тем не менее, они достаточно неприятны. Качество изображения. Качество поверхности главного зеркала по свеженьким измерениям датчика волнового фронта, то, что на гормоне называется Шекк-Гартман, у нас в кружке диаметром 0,4 секунды концентрируется 80% энергии. Но, скажем, реальные измерения со спектром терферометром ярких звезд, когда мы корректируем граждане, ну, не мы, а цифровым образом корректируем, показывает, что в 30% язвных ночей у нас изображение 0,6-0,7 секунды. Ну, и, наконец, прогноз качества изображения свободной атмосферы по измерению с лучевым прибором. Это прообраз вот этого знаменитого Дима, который мы здесь сейчас еждаем. При амплитуде отражания 0,4 секунды прогноз 1,3 секунды на апертуру 6 метров. Я здесь специально оговорюсь для тех, кто не знает, что экстраполировать качество изображения на большую архатуру это шрама, кто угадает расширяется по одному маленькому языку. Наконец, вот реалии на сегодняшний день, которые интересны всем, кто пытается у нас изображать деньги и получать это. Здесь приведены архивные данные, приведены архивные данные за последние 10 лет. За последние 10 лет по приборам, которые работают с катаниями, работают с основными объектами. Это, как видите, практически половина времени в году мы занимаемся наблюдением слабых объектов. Это выделенное программное время по расписанию. Из них в среднем в году около 700 часов экспозиции доступно наблюдателю. Это соответствует проценту ясного времени от сумерек до сумерек, смотрим, и на это время делим мы экспозицию. Значит, процент ясного времени у нас не менее 40%. Наконец, статистика изображения за 10 лет показывает, это за 1000 провисительной ночи, то у нас меньше 55%, то есть это около 400 часов экспозиции доступно для наблюдения действительно слабых объектов. При каком-то четырех пунктах мы способны наблюдать слабые объекты с контрастами, там меньше 10% надфонами мира. Вот там же показана свободная атмосфера. Теперь приемника, который мы используем. Ну, я не говорю никакой истории приемников. На БТА, на БТА, оптистики и астрономы пережили, по крайней мере, три научно-технические приводящие. Компьютеры, приемники и оптика, скульптурный ток. Это все было на костях наблюдателей. Основные приемники, которые у нас есть, это матрица другого диапазона фирмы E.E.V. Она в синем диапазоне, у ее кванта эффективность заходит 90%, но у нее очень сильные фринги, связанные с интерференцией на тонком слое в красной области. И в красной области, вот мы используем маркетисы по технологии динтенсуэшн, той же фирмы, и это сравнение по фрингу. Когда вы работаете в красном диапазоне, это, его называют Биргенка, скажем так многие, это за 7000 анстрем, там фринги является основным ограничением принадлежения слабых объектов. Вот здесь просто приводится, перечисляются те спектрографы, которые доступны для НАБЭТА, находятся в перечине приборов НАБЭТА для наглядения слабых объектов. Первый спектрограф – это то, что высоко очень многих Скорпио, многомодульных спектрографов. Существует аналог ФАНТА для спектрографов, которыми снабжены все крупные телескопы, и всё начиналось с ССС, со спектрографа ЕФОС. И специализированный спектрограф для наглядения с волонтами, ну, его ещё медузой называют, и, наконец, интегральный полевой спектрограф. И сейчас я коротенько покажу результаты, которые получаются с этими спектрографами, а потом перейду к заключительным замечаниям. Вот пример очень глубокого снимка, то есть при хороших изображениях около 0,8 секунды. Возможно, в фильтре R за полчаса экспозиции получить 28-ю звездную величину сигналов фунт-ролика. Сразу оговорюсь, что программы по получению глубоких дневных снимков НАБЭТА стараются не поддерживать только в комплексе со спектрографами, поскольку в этом режиме наш телескоп наименее конкурентно способен по сравнению с крупными телескопами, стоящими в местах с хорошим островом климата. Ну, вот, в принципе, мы можем дотянуться до таких вещей. Наконец, есть возможность встретить полосные фотометрии. Вот они более подробно будут рассказывать, подобно применительно к метровому телескопу. Это единственный метод, это, скажем, спектроскопия для телескопа. Если у нас нет хорошего спектрографа и очень крупного телескопа, мы можем строить распределение энергии, и, в общем-то, в отличие от SDSS, обзором для хирургии фильтров, при цении полосных фильтров, оценивать красные свечения. Вот здесь показан первый спектр очень слабого объекта, снятого со спектрографом Скорпио. Это, где-то, 2000 год. Выявили длинные щели. Вот здесь показано распределение энергии, которое было получено на ПТА. СЗП там прогнозировалось около пятерки. Вот это интерпретировалось как ламеровский скачок. И вот видно тот фон неба, который регистрируется. Видите, объект практически не видит. Видите, это результат после вычитания фона неба. Вот это остатки от фрингов. Здесь мы использовали голубую матрицу, так красной матрицы не было. Значит, такой осадок. За 1,5-2,4 экспозиции при изображении секунда можно получить спектр объекта 0,4 в Т. Тут величина формальная, только по полосе. Соотношение с аналогом около семерки. Вот пример, может быть, более понятный тем, что исследуют олимпионские источники. Это слабо-лимпионский источник ближайшей галактики. Вот здесь показано, то, что видно на поезде, то, что видно у нас при наведении. Собственно, спект вот под этой звездой, вот нитка этой звезды. На очень слабенькая нитка, вот на белой я показываю. Объект 23-й звездной величины, экспозиция там была... Вот Верокоровский есть здесь? Я не написал экспозицию. А, 4,207. Вот, спектр очень Верокоровский. Наконец, поскольку спектр очень дорого получает в слабых объектах, В Скорпии есть режим многощеревой спектроскопии. Это 16 подвесных щелей, управляемых дистанционно. Когда мы можем получить это временно в 16 спектром? И здесь приводятся примеры. Спектр объекта, это галактика, 21,5-й звездной величины, и плазар 22,4. Отношения соусуга здесь приличные, больше десятки. Вот здесь в линиях, а здесь континент. Наконец, мультиатлетный спектр, его все время делали для поддержки программы базового санзора. Это метровый кископ, китайский, со среднеполосными фильтрами. Это аналог известного спектра Фометрулзова, который первый этап использовался. Собственно, ничего обычного, вы в фокальную плоскость ставите, ничего необычного. В фокальную плоскость ставится маска, туда вставляются световоды, потом рефордируются щели, и вы получаете сразу, одновременно, 75 спектров, более 2,14. Сейчас практически этот спектрограф мало востребован. Очень трудно опуститься по пределу ниже 22,5-й звездной величины из-за вариации фона неба в световодах. Это беда вообще всех полугодных спектрографов с подвиженными световодами. Здесь приедет и принес спектра далекого базара. Предел соотношения полугодского спектрографа, где-то 22-я звездная величина, соотношения полугодства десятка. Вот интегральный полевой спектрограф используется в основном для исследований слабых комиссионных или слабых звездных структур в центрах галактики. И эквивалентные звездные величины, это обе величины, в отдельной линдзе, в отдельной линдзе у нас где-то от 20-й до 20-ти лет. Ставится в лизерный раз в покарную плоскость, после этого реформируется в щели. Мы получаем одновременно спектра в 16 на 16 лет. Здесь следующий слайд демонстрирует, что можно увидеть на торговых спектрографе этого галактики, которая исследовалась подробно движением газа в сельскохозяйственной галактике. И вот в отдельных линиях мы хорошо изменяем анатологию, которая полностью дает нам информацию о физике и того, что так происходит. Был опыт работы послабленного и объектом с этим спектрологом. Это первый след, где мы переплюнули. Именно из-за того, что было очень большое зенитное расстояние и атмосферная дисперсия убивала все преимущества спектра, принятое на щелевое спектра ступень. Делось получить спектр и, так сказать, это действительно демонстрирующие возможности нашего инструмента. Последние годы у нас, последние пять лет, идет обновленная версия спектролога с большим числом рисковком, возможностей и прочее, прочее, прочее. Вот здесь перечислены режимы работы, я не буду на них подробно останавливаться. Вот в квадратике здесь в нижнем нарисовано то, что предполагается реализовать двигательское время. Интергальник полевой спектроскопии, многочелевой спектроскопии. Сразу оговорюсь, из-за плохой погоды ДТА единственный способ нам держаться на плаву, это ведь возможность комплексно откислять двигатель. В любой другой дисциплине отдельно мы не конкурентоспособны. Мы одновременно в двух дней делаем сложные номера, когда 3-4 видов наблюдения реализовывались в одном приборе. И вот возможности, это пример линейной поляризации, я вчера показывал это, пример измерения линейной поляризации у очень слабой черной линзы. И следующий пример измерения магнитного поля у слабого поляра, это рентгеновский источник, с очень большой... с применностью и с очень большим магнитным полем. Там увеличена, мы будем приезжать всего по 37%. Наконец, последнее время, последний слайд. Все упирается на нас. Если мы вспомним о том, что мы должны принадлежать возможности планковой эффективности на телескопное время, все в конечном итоге обновления слабых объектов, упираясь у нас в распределение времени. К сожалению, у нас нет ключевых долговременных программ. И средняя продолжительность программы 3-4 ночи, и практически ничего не возможно по слабому лету не свежет. Второе. К сожалению, у нас выделение времени идёт по принципу золотого шага, где снизу пронимастрироваться. Хватит всем, никто не уйдёт обижения из техникальной обучения. И поэтому громдение времени и слабая связь с публикацией приводит к тому, что фактически эффективность телескопа начинает падать. И, наконец, последнее, очень важное, оно предвосхищает следующие доклады. Половина программ на 6-метровом телескопе легко может быть выполнена на телескопах метрового и двухкометрового класса, если их оснастить высокоэффективным, как оборудованием. Каково? Обычный инструмент, включая современный высокоэффективный телескоп в Кисловодске, просто нет. На этом я закончу. Спасибо. Продолжаю эту мысль. Вы за то, чтобы там большие программы делать. Как нам это разгонится? Нет. Я сейчас... Кстати, обсуждается у нас комитет... Кстати, здесь присутствует, представитель, комитета Юрий Николаевич Гнедин. И он сказывает очень многое, может быть. На Левокопский комитет, там, в виде того, как есть, у меня Павла Мача окончается в этом году. И сейчас действительно обсуждаются, как нам перейти к распределению времени. С другим принципом. Есть очень серьезная проблема, связанная с тем, что единственный в России телескоп, оснащенный современным оборудованием, крупным, это 6 метров. Остальные телескопы, это приватные телескопы, на которых спектрологов имеют эффективность там ниже плинтуса, 3-4%. Либо вообще не имеют этого эффекта. Единственный, он будет рассказывать время о телескопе 1,6 метров, там поставили эффективность спектрологов. Идет подтверждение как одно. Если у нас появятся другие возможности у других телескопов, и удастся расчистить палубу на быта, и действительно выпустить в период программы со слабыми объектами, тогда возможности по наберению слабых объектов увеличатся. Произведение просто будет чуть больше. Временная техника. Хорошо? Понятно. Игорь Ильич, Вы еще не сказали о новом спектрографе, на котором Вы работали по красным преподам. Можно ли сказать после? К сожалению, до тех пор, пока мы его поворотой не включим, я очень осторожно отношусь к возможностям этого спектрографа. И поясню почему. То есть, в двух словах. Действительно, у нас идет проект спектрографа инфракрасного многомодного, и спектрографа, и, например, снимков, но известно, что возможности такого спектрографа упираются в грунт матрицы. Купить Гавайи Россия не может. Я до сих пор не понимаю, каким образом она попала в кислородство. Исключительно, я считаю, по недосмотру. Тех, кто это производит. У нас Гавайи Академия. Килон-килон, параметры которых мы просто не знаем. Мы еще до сих пор при низкой температуре ее не включили. Поэтому хотели бы прогнозы делать, я не могу. Я лично хочу, чтобы, можно было бы, это не слабое легкое. Но я хотел бы не иметь никакого оккультивных помещения. Ну, вы понимали, например, объектный спектрометр. Он указывает, что там нужно пластиву как-то раз открыть, или... Значит, если речь идет о техном, который Медуза, да, там уже каждый раз идет пластиву. Кстати, у всех на слуху СДСС. Так вот, в СДСС там сидели грамотные люди, с компанией люди очень грамотные, которые считали деньги. И они просто-напросто сказали, а зачем нам делать вот этот 6DF, который делают в Астралии, и ставить кучу разных автоматов, если трудно мексиканца. Он дешевый. И проще вот делать этот диск, и раскрыть вот то, что в другом принципу СДСС. А у нас есть мексиканцы? А? САУН есть у нас мексиканцы, которые работали в Мексике, и вернулись назад. Но они хотят зарплату тысячу долларов. Не будут играть в альфавете, да? Серьезная часть вопроса такая. Насколько эта оплажена процедура? Насколько оплажена, очень просто. Если у вас астрометрия объекта, есть как гранатно-расточной станок, по рабочему берёт список, и он вам просто берёт и сделает. То есть отдельно оплажено? Да. Если хотите без рабочего, ну, купите гранатно-расточной станок, поправьте по правилам руки. И тогда в стандартах будет обязательно. Но и текущий вариант ещё есть. И в этом будет объект с мульт-объектной маской? Да. То, что мы делаем, извините, с многощеребным вариантом, это, ну, более, это меньшее число объектов, но, во-первых, вы прямо ночью можете расстрелять щель, этого делать не следует, мы готовимся к программе. А во-вторых, любой спектрограф со щелями позволяет корректно высшить фонд миров. В случае мультиобъектного на световодах там есть проблемы. Ну, та же проблема на интерсессе. Они нырнув ниже в какого-то предела не могут, им просто идёт вариация пропускания световода для фона. Вот вы сказали, что компетент способен сейчас для скопса с нынешними инструментами, когда проходят программы комплексные сельные объекты. Вы могли бы привести пару примеров? Прекрасно. Я могу привести программу достаточно успешной. Нет, успешная программа. Я вам сейчас вот здесь стоят успешные люди, мы сельные, я от слова вообще это начну, которые именно используют возможности интегральные полевой спектроскопии, поисковые центральные части, галактик, характеры движения звёзд. Используя возможности, как я вам показывал здесь. Щелевой спектроскопия. Получая коскопластные результаты, сразу замечу, это умеют делать в мире 5-6 групп. Зато в мире полно инструментов, где девочки нажимают на кнопки, снимают картинки, и журналы заметы этими картинками. Вот там они конкурентоспособны. Нам просто, у нас не хватит девочек. Супорец. Супорец. Который готовится к нервной кнопке. А так, в общем-то, живи среди не спорят. А кто вообще платит за нововведение? А что на деньги? Значит, когда начнут платить за нововведение, нововведение закончится, придёшь в оброске и скажут «Заверните». И мы будем наблюдать только то, что вот там двигается, медленно или быстро, это как получится. Поэтому нигде в мире за нововведение никто не платит. За сервис, пожалуйста. У нас некоторые наблюдатели, которые приезжали, особенно в Москве, возмущались, почему их не возят? Почему они действительно платить и будут? Ганг говорит «Вы же обязаны». Вы не обязаны. Да нет, у нас нет анембий. Я по поводу этого хочу сказать, что… Время у вас не было. Нет, я… Первое, я не буду говорить. А ты, это сам микрофон, говори. Громче. Да, да, да. Про программы, но всё же, это наш национальный телескоп, поэтому, конечно, стараемся больше обеспечивать людей. Но главное не в этом. А главное в том, что мы живём в такой стране, и чтобы вы знали, и мне уже перепадало и дирекции, и замечания, безобразие в распределении времени. Значит, САУ не берёт деньги, КТБТ не берёт деньги и так далее. И это уже отфано, и такие и такие вещи уже шли. Поэтому, вот, судьба такая. Цепь аглитинового пользования по этому параметру… БТА является, с одной стороны… САУ является, с одной стороны, Центром коллективного пользования для всех, вот, сидящих. А с другой стороны, Центр коллективного пользования, с точки зрения фоном, предполагает взятие денег. Я напомню, мы когда-то в 77-м году считали, почём фотон всё. Вот, рентгенчики работают в фотонах, они это понимают. 20 копеек, цена 78-го года. То есть, если перенести сейчас, мало не покажется никому. Поэтому, единственная возможность наблюдать слабые клетки, это расширять возможности телескопов поменьше, и туда, чтобы уходили программы более ярких воздух. Да, это можно сделать. Потому что, вот, тут, наконец произнесли цифры, я никого не мог добиться. Сколько же квазаров вам нужно наблюдать, какой величины? Ну, произнесли. Для этого я добивался и говорили. 300 квазаров, вот те, которые будут несчастны, это возможно это сделать при условии, если на полгода телескоп полностью отдать и кину. Кто же отдаст? Это может передушить всех москвичей, неекистных и всех савовских, кто же тогда работает будет. Может быть, на то же время, если... Мы обсудим у них дальше информация по программе, когда у нас как раз вот пойдут сейчас доклады с меньших телескопов. Кстати, у нас митропов с рассказом, насколько знаю, больше 4% дают эффективность. Так, да, и сейчас вот Иван Харьевич Пигмаев с рассказом о российско-турецком полутораметровом телескопе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хочу, у меня всего 15 минут, я кратко прокомментирую, что то, что мы делаем, и то, что мы планируем делать в связи с администрацией. Здесь, конечно, основные участники со российской стороны, которые участвуют во всех в переговорных вещах, комитетах. Значит, здесь, как история начиналась, аж через слов, очень давно. У нас скат был построен, перевезен, весит 38 тонн, разобран в виде, общая масса 44 тонны. Установлен в горах на высоте 2500 метров. Ну, основные преимущества такие, в принципе, администрации, которые позволяют выполнять нововлетения. Южная широта, доступная в центре Палатрики. Сегодня об этом шла речь, в принципе, в летнее время. Больше, небольшое, а большее количество ясных ночей по сравнению с другими обсерваторами в России. И большая процентная часть, то есть, на изображение, в лучших, около 12 секунд. В том числе, в том числе, потому что на центре без половины тысячи метров находимся. И хорошая область телескопа. В 80% энергии подряд подряд, это 0,6-0,7 секунды. И это позволяет, в ряде задач, использовать это обстоятельство для комфорологии, выделять объекты в негалопульском происхождении до получения скепта. Значит, этот телескоп, в своей конституции этого телескопа записано, что он является, основная его задача – это оптическое присутствование, исследование рентгеновских источников, обнаруженных орбитальным софтуре, скепт кореньем гамма. Советский международный проект. В 2014 году, год назад, здесь было подписано продление соглашения на 13 лет скорости этих двух частей. 3 года – это подготовка этой миссии, и затем 10-летний период и высокое сопровождение этой миссии. Здесь указано количество времени, которые 50% на 50% с российской стороны и с турецкой стороны, и обе стороны, в Казанске университет, планируется выделить 25% времени издавать в ВТП, и всю свою работу, и 35% в турецкой стороне. Суммарно получается примерно 75% времени с 2017 года, с момента запуска первых отзоров СРГ планируется уделять под задачи СРГ. Научно-оборудование – главный прибор, который будет планировать использовать, который на настоящее время мы используем, это электрометр среднего низкого разрешения ТФОСК, из этой серии, о которой я говорил, серии ТФОСК, издачные в мире, изготовленные в Капитанинском университете. Основанием для его изготовления была вот эта часть, это инвестиции, которые были сделаны российской стороной, ну, значит, разговоры нам потом, в СССР, что включение в проект, это вот нужно нам прибора низкого и среднего разрешения. Это же камера для примера изображений, 13-12-2-90, два набора суток, ВВА, СДФС, в предел 24-й звездного ветчина, в этот раз у нас появился переремонический блок для измерения линейной реализации, в сельских травмах области, это низкое разрешение для классификации и регистрации объектов за двадцатой величины, в точнее моде – среднее разрешение, здесь, значит, охлаждаемая азотом ПЗС матрица. Дополнительное оборудование – это матрица «Ангорд», для высокоточной астрометрии и фитометрии, быстроя ПЗС матрица, соцзывая diciendoS по гранту меньшее дешевое среда сила, и спектромет высокого разрешения для задачи стотоскопии высокого разрешения яркой части. До миссии ССРГ мы тренировались на том, что есть в мире в данном с фактическим впечатлением и исследования объектов обнаружены существующими миссиями, но в качестве вот такого аналога, если сравнивать с ожидаемой причиной с акт ЭКС, Михаил Павленский сегодня не назвал ориентировочное количество объектов, в отличие от ту разу про миллион объектов которые в порядке мы оценим несколько тысяч объектов в жестком рентгене обнаружено, интеграл обнаружен в свое время, около тысячи объектов в каталоге, большая часть из них была известна путем перекрестного отречествления с известными каталогами, но 230 объектов не отречествленных, как мы работали в этой программе, там все было просто ждало высокие галактические широты, по мере того, как вдруг уходите в низкие широты, возникают проблемы, связанные с низким угловым разрешением интеграла, ну вот здесь пример того, как здесь в поле 5 на 5 минут угловое разрешение интеграла, фактически, если вы не привлекаете другие рентгеновские телескопы, не делаете перекрестного отречествления, то очень трудно здесь обнаружить источник интеграла с подключением. С правой стороны, более удачный вариант, когда были наблюдения объектов, купленные либо РОСА, либо РСДЕ, которые почти прямо указывали на источник, и мы ожидаем, что в случае вот такого вот нового разрешения, которое будет бывать в каталоге СЦ, ну, по крайней мере, на высоте галактических широта проблемы не должно быть, и идентификация будет идти относительно быстро. Затем, значит, если надо, мы будем получать спектры, выполнять классификацию, как это мы делали, соответственно, публиковать. Значит, я хотел здесь обратить внимание, что рентгеновские обзоры, вот в части от обнаружения АГН, они должны быть более однородными, вероятно, по сравнению с оптическим обзором, с существующими, не сильный, как «Братанский обзор» или там «СБСС», потому что у поглощенных источников вы внедрите в оптики ярких эмиссий, даже в реальность в случае не должно быть, и такие объекты будут пропущены в оптических обзорах, а «Братанский обзор» или «Братанский обзор» или «Братанский обзор» или «Братанский обзор». Но могут быть проблемы. Сегодня Михаил Михайлович говорил о центре галактики. Здесь вот тоже пятиминутная поля интеграла, и даже угловое разрешение SWIFT не позволяло, не позволило в свое время привести в реальный источник. был указан вот этот. На самом деле, это источник галактики. И вот этот источник. Другой пример, когда поля, он такой насыщенный, он тоже находился в центре, в принципе, источник мягкого галактики свечения. Вот уже это SWIFT. На самом деле, только после наведения Чандры было обнаружено сверху жесткого разрешения. То есть здесь, на самом деле, объемы по-видимому будет. Что касается объектов нашей галактики, то есть можно будет, в принципе, обнаруживать по характерным модуляциям, в данном случае, если поля, превращение белого праблика. Если объекты с диском, ну, это, например, интеграл, то это вот красный шум с масштабом эвакуации больше, чем в предыдущей точке. Здесь еще несколько примеров. Время мало, подключу дальше. Если говорить о мягком рентгене, о эрозите, то здесь мы работаем со спутником план. Вчера рассказывал Радион о две части работы нашей. Здесь надо сказать, что данные рассадки, которые существовали для скоплений, лежащих движущих на Z0P, они сильно помогали, потому что вот известное скопление, которое было известно, в переплесном переструянии, здесь это, по-моему, тоже хорошо видно, первое мнение, а вот этот скоплений, скопление, которое мы идентифицировали, здесь тоже вот пять минут, многое разрешение, а план про перевозить пять минут, где вы должны окнать скопление, когда у нас были выполненные данные из рассадки, их очень сильно помогало идентифицировать, и выделили скопление, а затем получить спектр и измерить красное смещение. Ну, когда скопление, если скопление лежало дальше, то рассады не было, и хотелось уже идти просто прямыми, выполнять прямые струклистики, просто такие. Здесь в свое время Родион делал некоторые оценки, сколько вам нужно времени заказать на целескопе два с полтора метра, для того, чтобы раньше дойти до легчайшей кровати, ну, на самом деле, надо проходить дурже, чтобы увеличить увеличение порядочной плотности. В этом карте на времена здесь указано 15 минут до часа. Ну, такую работу мы проделали, и научились технически оценивать, подпедать технические, красные смещения, предварительно перед спектроскопией выделять красную последовательность, затем получать спектры. Более того, значит, была развита методика определения красных смещений, в достаточно зашумных спектрах метров роста ревляции, особенно для долёких объектов. Ну, и здесь примеры таких скоплений, достаточно далёких скоплений, в районе 0407, которые были выделены нами, и красные смещения были определены по наблюдению, ну, либо на КТТ, либо в этой части, на ВК. Вот здесь ещё. Да, эти результаты, ну, я здесь хотел сказать, что, поскольку ориентированных технических наблюдений не было, то и часть кандидатов в планку оказались либо ложные, потому что там присутствовали ЛЦО, макулярный ГРАС, который давал вклад, либо там ничего не было, либо там были, видимо, возможно, есть залёты скопления, часть, конечно, двух-третьих частях, двух-третьих полей, ну, в 60% полей, из 150, куда мы там находились, скопления были обнаружены, ну, а получается, что в половине полей время было затрачено, ничего там, ну, ничего там не было обнаружено. То есть, в этом теме получается, что мы его потеряли. Наверное, надеюсь, в этом смысле, что СРП нам просто будут указывать, где находится скопление, или там будет привести себя работа более арбюративно. Ну, и эти результаты опубликованы из коллабораций с планком. Ещё пришёл второй каталог, сейчас, куда наши данные тоже вошли, полученные НРТ и нашу синтезон-телескопию в этой программе. Ну, если говорить ещё о наблюдениях, которые... конечно, по-видимому, будет огромное количество данных мягкого линия. Это объекты, связанные с звёздным ветром, с ударными уголами вокруг, горячие звёзды с первыми сторонами, и звёзды с пятерными воркутной активностью. Это, конечно, будет порождать большие проблемы, потому что таких, ну, чем ближе к галактической плоскости, тем больше будет таких объектов, и их надо будет разбираться с ними. Даже при разрешении, хорошем разрешении порядка 15-20 секунд, всё равно в 20-60 секунд будет мишанина, и так будет, ну, там будет получать опыт такой разум. Ну, в частности, есть ещё два класса кладезков и двойные карты системы. Те главные звезды являются звезды классом, и мы её хорошо видим в оптике, но не видим компонент в оптике. Как раз может быть источник на инфракрасную область, а, к сожалению, на стране нет возможности инфракрасных коммуникаций будет поступить. Ну, и два слова я хотел рассказать о том, что системное управление телескопом уже работает в международном режиме, мы наблюдаем их с состоянием 200 мм. в оптике. Ну, и, значит, дальше у меня есть я добавил слайд, куда ещё можно двигаться в ближайшее время. Понятно, что данных будет очень много, поэтому мы думаем на тем, как привлекать наши молодые кадры из СССР, студенты Кэстрофор, будет показать, какая работа началась у нас на кафедре. Также речь может идти об обновлении элементов наушного оборудования, в частности, матрица прибора приходит старая, с большим челном учитывания, мы договорились с коллегами об обловом замене этой матрицы. Виктор Альинич упоминал здесь прозрачную степень тренинского тренинского решения, тоже как и безумно, один из вариантов ближайшего развития. Мы не полностью, телескоп имеет систему речи Кэти, но на самом деле у него очень большое поле, которое мы пока не используем, потому что у нас нет матриц, они просто дорогие матрицы, пока матричные КЗС. Есть у нас проблема техническая, связанная с тем, что пока не освоено, наши южные коллеги не освоили технологический зеркал телескопа, что нам, так сказать, приходится делать самим. Ну и учитывая обстоятельства, если он будет дальше двигаться в сторону дистанционного, но уже удалённое наблюдение, до большого расстояния, пока главным препятствием является облегчение интернет-аналогов, как пенестратор. И, возможно, роботизированное наблюдение по риску облегчения, если у нас будет однородный список как карнат, однородный список, после ссылок выбирает и выполняет. В принципе, мы такие тесты не проводили, мы можем пробовать в такой вариант. Спасибо большое. Иван, по поводу автоматизации у вас сейчас есть оценка, скажем, сколько скоплений вы за ночь можете делать, если всё так делать? Ну, это зависит от Z-стопления. Ну, мы работаем на 0,5, то есть, если средняя ночь, там, порядка 8 часов, Родион подтверждает, что 15 минут, ну, в зависимости от того, если несколько, два фильтра, то полчаса, полчаса, порядка 10. Если... Что там технического времени? Ну, такого технического. Темного времени. Я там указал, что 75 процентов, это имеется тёмное время телескопа и полутёмное. 25 процентов ярко-Луна, где трудно что-либо сделать. Ну, с батагидом. Хорошо. Так. А какая характерная длительность экспозиции, как панарам чулков, как панарам с гидом, там, без гидом, чтобы объектно смывался? Так. Ну, у нас автагид достаточно уверен. Механика телескопа сама, изначальная, неплохая, и с автагидом, ну, 15 минут, это нормально. и выписано. Так, последний вопрос. Механика телескопа там, я очень интересную фразу начну. Вот, у нас лучше, больше ясно. Больше ясно. А что такое больше, с точки зрения, от турков, и... Ну, значит... Цифр, можно услышать? Вот, сколько мы будем... 60 лет... Ну, ясно. 60 лет салов, мы можем сейчас встретиться с этим. Вот, вы в этом году показали расставление времени по архиву. Мы постараемся такую работу тоже проделать, но, по нашему внутреннему общению, примерно в полтора раза лучше, чем в САУ. Ты словос, скажи, сколько были ощущения? Ладно. Нет. Ну, я пока... У меня нету, да, у меня нет той статистики, но, вот, больше, чем в САУ, это тоже. Олег, у нас попряженная программа, будем ждать, еще раз. АПЛОДИСМЕНТОВ Сейчас будет 1,6 метра. У нас, значит, Куренин. Поддержка будущего обзора обсерватории СССР при помощи нового спектрографа среднего и низкого разрешения на 11-метровом телескопе Саянской обсерватории. В. Боис. Аплодисменты ... В. Боис. подоживлены опытом использования 1,5-метрового телескопа в функции и опытом использования его в основном для поддержки рентгеновских обзоров. Потому что стратегии этих обзоров мы успели хорошо достаточно работать на прессом телескопе, и нам эти стратегии понятны в данный момент времени, и мы знаем числа, сколько и каких объектов нам нужно наблюдать на самом деле. Именно потому, что мы знаем эти числа, у нас есть ощущение такое, что полутораметровый телескоп в функции – это прекрасно для поддержки обзора СРВ, но лучше, конечно, иметь еще дополнительно такие телескопы, которые в большой своей части были бы посвящены, время которых можно было отдать на поддержку обзора СРВ. Ну и вот, имея это в виду, мы проделали работу, о которой я хочу рассказать. На самом деле имеется очень интересная возможность. В России еще 10 лет назад был установлен еще один 6-метровый телескоп в Саянской обсерватории. Ну и было принято решение подготовить его, довести на таком состоянии, чтобы его тоже можно было использовать для поддержки обзора СРВ. Для этого надо было сделать новый инспекторограф, о котором я расскажу. Ну и, собственно, здесь список соавторов в более-менее произвольном порядке. Значит, здесь наши коллеги из САО, которые изготавливали из петербургов. Также наши коллеги из Ирчинска из Института Солнечно-Земной Физики Сибирского отделения РАН. Ну и наши коллеги из ИКИ, многие из них ставили задачи для поддержки обзора. Многие работали тоже над этим проектом по той причине, что этот телескоп на самом деле входит, так же, как и телескоп РТТ-150, он входит в состав наземного научного комплекса обсерватории СРВ. И предполагается, что большую часть времени своего он потратит на поддержку этого обзора. Ну, с башни телескопа вы видите Саянские горы. Расположена обсерватория на высоте 2000 метров. Гора называется Часовые Сопки. Примерно в том месте, где Восточный Саян сходится с Хабартабаном, прямо на границе с Момболией. Граница там проходит по вершине горы. Вы видите здесь еще одно изображение, еще одна фотография. Тут на самом деле есть рядом второй телескоп, о котором я скажу пару слов в конце. Здание, из которого происходит управление, оба здания не отапливаются. Теплые комнаты находятся вот здесь, примерно на расстоянии 200 метров. Все управление происходит удаленно. Ну вот, данные о астроклимпе в этой обсерватории, конечно, давно исследованы, потому что обсерватория старая. Вот у нас есть надежные данные за последние несколько лет, полученные группой Алексея Пазаненко, изначально по другому проекту, которые оказались очень полезными для нас. Это данные датчиков облачности. То есть у нас есть объективное знание того, сколько есть чистого времени в этой обсерватории. Показаны результаты, вы видите. Здесь есть пробелы, это датчик просто не работал, но в остальном вы примерно можете видеть. Результат такой, что в этой обсерватории имеется в год примерно полторы тысячи часов чистого времени. Полного времени ночного там немножко меньше, чем в южных обсерваториях. Обсерватория северная, вы видите, кстати говоря, что сумерки здесь дрятся всю ночь в июле, в июле месяце. Практически ночи астрономически здесь нет. Зато зимой ночь очень длинная. Также последние несколько лет мы измеряем отражение атмосферы в этой обсерватории. Здесь был изготовлен монитор отражания атмосферы. Он изготовлен на улети совместно с нашими аркутскими коллегами. Ну и вот мы советовались много с корниловым из ГАИШ. Вы видите результаты трех лет наблюдений. Результат такой, что медиана где-то 1,8 секунды. Не очень хороший показатель, но на самом деле достаточно много времени есть и около секунды. Во всяком случае для спектроскопии телескоп может быть использован очень удачно. Вот он сам телескоп внутри купола. Кстати говоря, с установленным спектрологом, о котором я сейчас буду говорить. Тут отличительные особенности. Телескоп изготавливался для траекторных наблюдений, наблюдений спутников. У него очень легкая инициативная инициатива. Он может наблюдать, например, Международную космическую станцию. Но, вы видите, называется он СТ-33-ИК, инфракрасный телескоп. Изначально он был сделан, идея его была такая, чтобы наблюдать спутники в пакет прозрачностью 8 микроб. Поэтому у него нет, например, отсекателей, что для оптических наблюдений в ЛЭБе это на самом деле большая сложность. Но мы сейчас обсуждаем, как эти отсекатели можно все-таки сделать. в будущем, что уменьшит нам, конечно, засветку боковую и уменьшит чувствительность. Ну вот, имея все это в виду, нами были сформулированы требования технические. Но они, на самом деле, эти требования достаточно очевидные. Для наших целей нам не нужно большое спектральное разрешение, зато нам можно наблюдать полчаса спектра как можно более слабых объектов и не обязательно иметь высокое отношение с сигнал-шумом. Ну и дальше, телескопом определяются требования такие, что должен быть легкий прибор. Изначально с обсотом мы говорили, а весе 40 кг, но в конце концов он получился 60 кг, что в общем тоже неплохо. И поскольку там холодно, наверное, все это не бывает, необходимо, чтобы все это работало также и при нескольких температурах. Вот эти требования мы обсуждали с нашими коллегами из САУ. В 2014-2015 год, в рекордные сроки, чуть больше года прошло от того момента, когда мы начали обсуждать этот прибор. До того момента, как он был установлен на телескопе, наши коллеги разработали такой прибор и изготовили его. Отличительные особенности прибора такие. Он не предназначен для того, чтобы строить изображение в большом поле зрения, поэтому это дает возможность избавиться от большого количества оптики. Из-за этого у него достаточно мало, вы видите лиц в камере, а коллиматор вообще из себя представляет буквально несколько зеркал. Из-за того, что мало оптики внутри прибора, прибор получается очень прозрачным, с очень хорошей эффективностью. Что нам и требуется для наблюдения слабых объектов. Это оптическая схема этого прибора. Ну, можно потом обсудить. Это прибор уже на испытаниях веки летом этого года. Ну, а в сентябре этого года прибор устанавливается уже на телескопе. Вот он уже установлен на телескопе. Значит, камера подключена к охлаждению. Значит, вы видите, телескоп установлен... Ну, в общем, ладно. Подробности технически очень интересны. Их очень много, у меня просто нет на это времени. В результате, квантовая эффективность прибора, полученная по измерению уже стандартных спектров, получается следующее. Вот вы видите, в районе 55, значит, с лишним 56, наверное, 7% в максимуме. Вот. И это, на самом деле, действительно очень хороший показатель. Значит, все это сходится с нашими ожиданиями. Потому что спектрограф должен иметь пропускание около 90%. Вся оптика спектрографа. Объемные видеографические решетки, которые используются в этом приборе, эффективность должна иметь около 80%. ПЗС-матрица, которая здесь используется, это матрица по технологии глубокого объединения, изготовленная та самая, которая дип-деплэшн без интерференции в красной области. Она тоже имеет эффективность 90%, но она еще с улучшенным голубым диапазоном. Очень хороший прибор. Ну, и плюс зеркала-телескоп, если все это перемножить, получим как раз вот эту банковую эффективность. И для сравнения здесь показана эффективность АЗТ-22, то есть это АЗТ-150, на самом деле, который в Турции у нас стоит, с пектрографом ТИФОС, с гризмой широкой. На самом деле здесь еще есть коэффициент, пересчитан биометрический коэффициент так, чтобы можно было сравнивать количество фотонов. Потому что наш телескоп в Турции, он немножко меньше имеет площадь зеркала, диаметром его меньше, и у него очень большое центральное экранирование, потому что, на самом деле, телескоп в Турции широкоугольный. Здесь перенебрежимый малый центральный экранирование очень больше зеркала, ну и система вся гораздо более светлая. Получается разница в количестве фотонов в единице времени, которое видят эти телескопы, вот такое, больше чем в два раза. Да, ну вот примеры. Мы сразу же, конечно, получили пробное наблюдение осенью этого года на этом спектрографе. Ну вот примеры этих наблюдений. Красное смещение с галактики скопления, галактика в виде 19-й длечины, полчасовая экспозиция. Спектр достаточно вполне качественный для надежного измерения красного смещения. Если в спектрах объектов присутствуют яркие линии, конечно, наблюдать такие объекты гораздо легче. И вот здесь, мы видим, объект 20-й величины. На самом деле, 21-й я написал, по той причине, что здесь он наблюдался не с самой эффективной решеткой. Там несколько решеток есть, и можно было бы лучше наблюдать немножко по-другому. Если наблюдать оптимально, то вот такой же светлого сумма за 30 минут можно было бы получить по 21-й величины. Вот, вы видите, квазар у нас тут больше тройки. Наблюдается достаточно легко. 21-й величины. Еще один пример. Известный квазар, который был обнаружен тоже не так давно. Яркий для главы. Да, да, он очень яркий. Но... Он очень яркий, я скажу так, по сравнению с другими квазарами. Назад-6. По сравнению с другими квазарами он действительно яркий. Но вообще квазары Назад-6 это объекты для 10-метровых телестопов, а не для полутораметрового класса. Вот. Ну, здесь, вы видите, за час его прекрасно делаем. Это говорит о том, что даже квазары Назад-6 мы сможем, скорее всего, сделать наиболее яркие из таких объектов, которые мы увидим в обзоре SRB. Пример отождествления источника интеграла. Достаточно яркая галактика. За 10 минут получаем очень высокое соотношение сигнал-шума. Это примерно то, что надо будет делать для ARTX-C. Там будут объекты более слабые, правда, в принципе. Но, тем не менее, это будет делать достаточно легко. Ну, и вот пример, как можно наблюдать катаклизмическую переменную, довольно яркую. Ну, вот, как мы можем сшить две решетки. Получается очень хороший плитковый спектр, ровненький. Очень хорошего, не говорит о хорошем качестве прибора. Ну, и осенью этого года, где-то в ноябре, по-моему, в этой обсерватории был установлен второй телескоп. Называется он ZT-33VR. Вот это вот фотография уже установленного телескопа в подкупленном пространстве этой обсерватории. Телескоп этот очень интересный, на самом деле. Диаметр его тоже 1,6 метров. Но диаметр поля зрения у него 2,8 градуса. По своим характеристикам это очень близко к телескопу PANSTARCE. Более того, по свету даже это еще ближе, чем можно подумать. По той причине, что у PANSTARCE тоже огромное центральное экранирование, если оно гораздо меньше. Телескоп очень интересный, несмотря на не очень, может быть, идеальные условия подражания атмосферы в обсерватории. Есть идеи, как это можно было бы использовать с очень большим, как нам кажется, выходом. Ну, сейчас об этом нет времени говорить. Очень интересный прибор, который тоже уже установлен. Я надеюсь, тоже будет работать. Спасибо. А, есть ли перескопорам наблюдения в JHA в мигах? Нет, я не буду работать с его рождением. А, ну, наверное, это Наталья Судариза, я так сходу не могу сказать. Конечно, можно всегда ответить утвердительно, если есть определенная чувствительность, всегда есть определенная интересность. В числах это сказать я сейчас не радую. Родион, ты говорил, что там сезоны, например, зима три месяца, у тебя там на небе, естественно, любят орденаты или у Русска? Ну, обсерватория северная, широта примерно Калуги, на самом деле. Поэтому ниже, чем... Голлсетры там не увидишь, конечно, да. И, кроме того, зима, это условно, на зиме в марсе все же находится. Наблюдать можно вполне успешно с сентября, где-то там, не знаю, апрель-май. Но, например, сезонность нехорошо наполняет как Турец. Ну, в принципе, да. По погоде сезонность. Утреевского телескопа, кстати, ну, хотя там очень длинной зимой, да, в Турции, но в феврале можно просто закрывать сабраторию по причине очень высокого сезона. А летом в Турции, наоборот, просто стопроцентная гарантия практически, что у вас будет время, если вы получите. А то у меня нет. Убор. Да. Так. Ну, еще один вопрос? Да, есть. Все. Тогда так. Скажем докладчику. Следующий доклад. Сергей Иванович Датуньев. Однометровый телескоп Шмидт оберканской псевватории. Инсперментальные возможности и задачи. Ник� Corporation Бога Здесь줘, как..... Нужно часто откручиваться и оберечь администраторическое ступоцентande. Самое числоnajимое время. Я вам буду рассказывать сегодня о работе, которую мы делали несколько лет подряд, совместно с комитетами из Буракандской обсерватории. Эта работа довольно длинная, но она приближается к завершению. Я расскажу, что мы, собственно, разделали и какие при этом можно будет решать задачи. Я показал только самую верхушку Лагайсберга, это из САО, это из Буракана, еще принимали участие очень многие люди, я тут не всех смогу назвать, потому что большая работа это телескоп. Значит, собственно говоря, Бураканский Шмидт это один из самых известнейших телескопов в мире. По своему размеру это пятый телескоп Шмидта в мире, один из крупнейших телескопов в мире. С чем связан интерес к этому телескопу? Дело в том, что шмидтовские системы, они очень прозрачные и позволяют иметь очень большое пользование. Значит, этот телескоп, напомню, если кто не знает, был успешно использован, начиная с начала 60-х годов, с маркарианскими коллегами, для получения данных маркарианскими коллегами, для проведения первого и второго гераканского обзора. И, собственно, с конца 80-х годов, когда перестали уже производить кодековские пластинки, на которых шли чьи основные пробегения, этот телескоп был заморожен и практически стоял до уже нынешнего столетия. Вот так он выглядел в тот момент, когда мы туда первый раз пришли несколько лет назад, деревья вокруг, все это росло. Ну, это уже он немножко начал шевелиться. Значит, собственно, параметры телескопа каковы? Диаметр зеркала метров 320, фокальное расстояние 2 метра с небольшим, поле зарядня в фокусе с фотопластиками было 16 квадратных градусов. Коррекционная линза метров 1002 миллиметра, и набор объективных призм, полтора градуса, три градуса, четыре градуса, которые использовались как раз таки в маркарианскими коллегами. Значит, задача стояла нелегкая, поскольку телескоп был в конструкции 60-х годов, и практически все исполняющие механизмы, вся электроника, уже не добились к использованию. К счастью, оптика и механика остались в жены, поэтому совместно с органскими коллегами мы полностью заменили все исполняющие механизмы, разработали новую электронику, сделали матобеспечение управления телескопом, куполом, гелирующими системами и так далее, и так далее. Все это заставили работать вместе. И вот... А в фокус поставили вот такой вот... Вот такой детектор. Значит, поскольку фокусное расстояние у телескопа до плоскости гостинки 80 мм, там практически очень небольшое, то поставить туда просто произвольный детектор было очень сложно. С одной стороны, с другой стороны найти большоформатный детектор с размером пиксела 9 микрон, по приемлемой цене, то есть для использования на таком телескопе, вообще говоря, было очень сложно. Вот мы подобрали вот такой детектор. Это такой полулюбительский детектор апогея АЭТОВ-16Д, с кодаковским детектором CCD КАВ-16803. Значит, 4К и 4К, пиксел 9 микрон, шум считывания 11 электрон, ну, приемлемый более-менее темновой ток, квантовая эффективность вполне приличная, 60% в пике, и 35% на 3,500, и 18% на 9,000. То есть, в принципе, это позволяет работать. Значит, поскольку проблемы с детектором были в том, что секунда у этого телескопа, это 11 микрон. Поэтому нам нужно было искать детектор, что пиксел очень маленький, но вот мы нашли такой вот. В этом варианте у нас масштаб получается порядка 0,9 секунды в пикселе 0,88, и поле зрения 1 квадратный градус. Значит, с детектором, конечно, были проблемы, поскольку это полулюбительская система. Вот мы ее, когда получили в руки, вот так выглядела температура на детекторе, на CCD, собственно, а так себя делал Байлс за 10 часов. Ну, мы с помощью наших коллег из CCD-лаборатории САУСКОЙ немножко с ним поработали. Значит, саму CCD-матрицу заснулую вакуум, электронику термостабилизировали, и после вот небольшого шаманства получилось, уже здесь, если здесь минус 30, то здесь минус 42 у нас температура стоит, как видите, в пределах плюс-минус 1,1 градуса, и уровень Байлса, вообще говоря, сидит внутри единицы АГЛ. А тут здесь у нас полтора или два. То есть прибор стал, ну, я не скажу, что он профессиональный, у него есть свои проблемы, но он стал полупрофессиональным, то есть его уже можно использовать для фотометрии и для наблюдения на телескопе. Значит, мы оснастили телескоп еще фильтрами, значит, это 5 смолновских широкополосных фильтров, 21 смолновый фильтр с полосой пропускания 250 Амстрем, и 3 фильтра с шириной 100 Амстрем на 5006 Аш-Альфа и Серву для наблюдений, значит, объектов локальных. Я дальше расскажу. Значит, само у нас 6 фильтровых колес, в каждом колесе по 5 фильтров, и фильтровый носитель, который позволяет менять эти фильтровые колеса, не трогая, собственно, фильтры рука. То есть заменить 5 фильтров на следующие 5, это можно, ну, скажем так, в причине 30 секунд. Ну, не 30 секунд, по крайней мере, а позинимал день. В октябре мы получили первый свет на этом телескопе. Значит, первый свет в этом тысячелетие, скажем так. Вот. Значит, при качестве изображений от 1,5 до 2 секунд, мы, значит, смотрели, насколько хорошо у нас работает вся система, выяснилось, что вариации PSF по полю не превышают плюс-минус 0,2 арксекунды. Значит, линетирование, из-за того, что фильтры у нас все-таки маленькие, мы большие фильтры не смогли купить, они очень дороги. Вот. Фильтры 50 мм диаметром, на небольшом расстоянии от матрицы все-таки дают линетирование, порядка 20% на краю, но при этом у нас 75% поля абсолютно без линетирования. Учитывая, что мы еще используем дитеринг, ну, вот здесь дитеринг был 5 минут, поэтому получилось поле 55 на 55 минут. Это, в общем, не сильно мешает нам джун. Вот. Значит, вот, перейдем к задачам, то, что мы пока собираемся делать на этом телескопе, ну, вот, в ближайшие несколько лет, это, прежде всего, воспользоваться тем, что это самый быстрый телескоп с таким светом шинитерским. Он имеет цвета силуы F2. Это обозначает, в переводе на русский язык, что мы можем наблюдать очень низкие поверхностные яркости с зеркалом диаметром метр с лишним. То есть, первые две задачи, как раз, просто использовать эту возможность телескопа. Значит, задача по исследованию звездного состава дистеринга ларти, это прямые снимки в трех солоновских фильтрах до поверхностной яркости порядка 28-30 с квадратных секунд. Ну, по расчетам для отношения сигнал-шума, достижения отношения сигнал-шума 3-5, ну, требуется экспозиция так от 5 до 10 часов на каждый зитр. То есть, в принципе, можно вполне такую программу сделать по выбор фигалартик. Мы в этом деле сотрудничаем с ГАИЧ, которые как раз-таки нам готовят объект с прямыми вращениями и так далее, и так далее, с тем, чтобы посмотреть, что это будет. Значит, интерес наших армянских коллег лежит вот здесь. Это обзор нашей галактики фильтра Хаша и Фалисера и среднеполосного континуального фильтра для поиска объекта Фердбегарла. Это тоже прямое использование, так сказать, возможности этого телескопа как светосилера. Ну, еще одна задача, которая уже интересует, собственно, нас, это изучение эволюции АЖЕР. Собственно говоря, задача в труду останется очень просто. Нужно создавать очень хорошие, большие и хорошо определенные выборки объектов, которые бы нам позволили как раз-таки анализировать функцию светимости, пространственную плотность и так далее, и так далее. Но для этого нужно именно хорошие выборы. До сих пор хороших выборов Гвазаров и АЖЕР, вообще говоря, можно перечислить на пальцах, сколько их существует, и количество объектов у них очень маленькое. Ну вот, скажем, поэтому мы и поставили задачу вот такую, значит, пронаблюдать достаточное количество полей с пределом порядка 23-й величины, я дальше объясню, почему это 23-я величина, значит, и с ожидаемым числом квазаров на квадратный градус, ну, приблизительно 200-300, то есть выборка, мы хотим собрать выборку, ну, там, порядка нескольких тысяч квазаров. Значит, это вот наши фильтры уже с учетом квантовой эффективности детектора и пропускания телескопа, то есть у нас вполне более-менее прозрачная система. Значит, почему, собственно, 23-я величина, и почему мы хотим как раз-таки посмотреть полную выборку объектов достаточной тройки. Именно потому, что вот это две известные картинки, ну, сегодня мы уже видели вариации на эти темы, не волкики, это вот оптические, так сказать, подсчеты пространственной плоскости квазаров, это обзор 2QZ, это обзор 018, это файл со своими высоко... с большими красными свещениями, это по светимостям минус 27-я, минус 26-я, 25-я, 24-я, и так далее. Это, значит, то же самое, только для рентгеновского обзора XNM в поле космоса. Мы видим, что, вообще говоря, распределения сильно отличаются. И вот этот вопрос как раз-таки и можно прояснить, если вы имеете полную выборку до Z, где-то 3,5-4. И натуральный предел для того, чтобы получить такую выборку, это как раз 23-я величина, она нам позволит увидеть все объекты до Z-темитики 2 десятка, ну, 7-я, там, минус 20-я. Вот, собственно, с чего мы хотели сделать. Ну, давайте посмотрим, какую метод, почему мы выбрали собственные подвозные фильтры. Дело в том, что вот классический отбор Гвазаров по цветовым диаграммам, которые предлагает Ричардс, Словновский обзор, мы все его прекрасно знаем. Значит, ну, я не буду все детали рассказывать, мы просто расскажу, что вот знаменитые ультрафиолетовые критерии, OX-критерии, UGR-критерии, здесь области, которые брать не надо, здесь сидят белые тарлики, здесь сидят А-звезды, вот на этой диаграмме это Ж-р, У-ж-р, Ж-р, Р-и, я не знаю, видный элемент 8, должно быть и нахо-и. Вот, и так далее, вот здесь сидят тоже самое А-звезды и белые тарлики, и, значит, белые тарлики и красные тарлики. Вот, собственно, в этих красных областях и предполагается искать Гвазары, используя Словновский данные или другие-другие цвета, все цвета практически позволяют это делать. Значит, ну, поскольку, вот черными точками здесь нарисованы это звезды этого поля, так, все, у нас еще связи. Это звезды этого поля. То, и это поле мы уже не обговарялись, я скипил и взял то поле, в котором мы работали, и у нас уже есть хорошая выборка Гвазаров, которую мы получили, используя наши среднеполосные фильтры, то давайте вот сюда нарисуем наши Гвазары, которые мы уже нашли. Получается очень интересная картина. Да, действительно, ОИКС-критерий классический, прекрасно работает, а вот все остальное, расставлять, вытащить Гвазары, используя вот эти цветовые Гвазары, среди звезд, на которых они наложены, практически невозможно. Это вообще, известный факт, и мы пишем во всей статье, что Гвазары, Зазердвойка, практически неотличимы по цветам, по широкополосным цветам, от звезд, значит, нашей Галактики. Вот, собственно, мы это и видим. Давайте посмотрим, а что же мы потеряли. То есть, понятно, что ОИКС-критерий хорошо работает, а все остальное, так сказать, слоновцы в принципе не могли найти, но давайте посмотрим, что они потеряли. Ну вот, пожалуйста. Значит, Z2 и Z3, среднеполосный фильтр, прекрасно показывает распределение энергии, с эмиссионной линией не попал. Значит, ну это сложный объект даже для среднеполосной фотометрии, хотя он отличается от звезд, и видно, что это Балквазар, Z2,5. Здесь из-за неудачного попадания спектральной линии Лай-Монахи, близко к краю фильтра, они его пропускают. Z2,8. Идем дальше. Здесь то же самое. Вот здесь я забыл сказать, что штрихом это нарисовано распределение энергии. слова морского обзора, а черненькая линия это значит, наше многоцветное наблюдение. Здесь Z2,3,1. Он по цвету не отличается ничем от обычных звезд. Z3,5. То же самое. Что мы можем по этому поводу сказать? Ну что, это всем известно, что основная проблема выбора АЖН, созданных на основе цветовых критерий, состоит в том, что полнота выбора и очень низка. И самое главное невозможно учесть сенсионные эффекты. Именно поэтому мы и решили все-таки делать эту работу используя среднеполосные фильтры. 21-среднеполосные фильтры во всем оптическом диапазоне равномерно расположены. Лучше по пропусканию, чем эти фильтры найти очень сложно. Также было 5 широкополосных солнцких фильтров, куда без них. Но здесь мы будем работать немножко по-другому, если будет интересно, то я потом расскажу. И основная задача это достичь 23-ти величины с отношением сигнал-шум. Пятерка во всех фильтрах. Ну, если мы просто посчитаем сколько времени нам потребуется для того, чтобы 1 квадратный градус использует эту фильтровую систему, это дело то можно получать приблизительно 30 небольших часов. Расчет сделан для единичной экспозиции 10 минут и качество изображения ввезет естественно. На лучшее изображение мы пока не ориентируемся, средний предвезет. Значит, для 22,5 у нас отношение сигнал-шум вполне приличное, для 23-й величины лучше 5-ти практически везде, за исключением последнего фильтра. Ну вот, собственно, что же мы можем получить из этих наблюдений? Значит, при такой глубине число объектов поля зрения телескопа будет порядка 30-ти тысяч, а в основном галактика. Ожидаемое число квазаров ЖН порядка 200-300. Мы хотим сделать выбор по порядку 10-ти тысяч ЖН в диапазоне красных смещений от 0 до 5-ти. Значит, оценка красного смещения для галактик, так называемых красных галактик, будет порядка 3000-ти точность оценки, для всех галактик порядка 0-сотых, для квазаров порядка 0-сотых, значит, для тех, которых найдем. Значит, эквивалентная ширина, которую мы сможем, линии, которую мы увидим в этих фильтрах с отношением сигнал-шум, скажем, тройта, это 30-сотых, если ошибка фотометрия с качеством сигнала-шум тройта. И при глубине обзора дольт этой величины, которую мы сказали, значит, мы увидим функцию светимости всех, можем построить функцию светимости всех галактик, до Z3,2 и до Z5 и за порядка минус 24, ярче 24 величины. Ну, вот, теперь посмотрим, что делается в мире, в оптических обзорах, в мире гендиастах. Вот это спектральные обзоры, это логализм площади, это минильная звездная величина, вот такими звездочками нарисованы спектральные обзоры, кружочками нарисованы обзоры широкополосные, значит, открытыми кружочками нарисованы инфракрасные обзоры, квадратиками нарисованы обзоры, сделанные в Среднеполосных веках, всего на белом свете три с половиной, один еще не опубликовался, вот, эта вот звездочка маленькая, это результат работает по одному полю, для этого телескопа, вот, это побольше, это практически один год наблюдений на метровом шлифе, то есть, мы вполне нормально попадаем, так сказать, в компанию уважаемых людей ВВДС, CFHT, 12К и так далее. Ну, это изображение Галактики МЗЦ 73-31, сделанное в трех фильтрах и сделан композитное цветное изображение, вот, по сути дела, одно из первых изображений, полученных на биографии в этом году. Ну, и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОР 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 ну, извините, я, сожалению, на фонжал, по-возник, вот, и поэтому, может быть, вопрос немножко, ну, ну, поймите. Значит, ну, во-первых, как-то, понял, у вас используют это, да? на широкоугольном телескопе поставить однообъектный ФЭЛ. Ну, я просто не понимаю, для чего. Если вы мне объясните, задача, может, есть интересная. Ну, Если есть интересная задача, Временное разрешение, какое-то... Временное разрешение большого быть не может. Ну, в порядке. Ну, Понимаешь, что минуты вряд ли. Хорошо. Так, ну, какой эффект засветки, если он от дырак и дыриван? Яркость неба такое? Я сейчас скажу, яркость дыракарского неба, действительно оно ярче, чем, скажем, САО, приблизительно на пол величины в У и на 0,3 величины в Б. Вот где-то так. Ну, если не наводиться прямо над Ереваном, Вряд ли такое предъявление. Если там надо где-то... Ну, лучше немножко подождать, чем просто так... Хорошо. Сергей Николаевич, Вы сейчас уже можете оценить неполноту отбора из ГСС, там, не знаю, на тех причин, где они работают, на ЗЭТ-2 расскажете? Могу. Не на ЗЭТ-2 могу сказать полноту, поправить точнее полноту, которую приводил Ричард в своей работе. Ричард в своей работе пишет, что у него 65% полноты, полнота выбор и гвазаров, поширка, полосного по этим цветам. На самом деле, это нужно честно разделить на два. Получится где-то чуть меньше 30%. Я специально сравнивал. Я не строил график, можно было построить, конечно, график по ЗЭТ, но выборка небольшая, 120 объектов, Вы понимаете, что... Это означает, что они приводят там плотность, но, как функция тем, что они в два раза не реоценят на эти предыдущие. Ну, приблизительно, да. Я думаю, даже не в два раза. Потому что, поскольку, если у них полнота выборки 30%, то умножать надо больше, ну, чтобы 100% получить. Ну, вот те вот нестыковки, которые показывали, с нестыковками по функциям светимости, здесь проблема больше в чем. Глаза в том, что, значит, рентгеновские граждане очень любят рассуждать о том, что, значит, вот эти нестыковки связаны с тем, что, значит, объекты поглощенные. При этом поглощенные объекты в рентгеновском диапазоне рентгеновские люди понимают по-своему оптике поглощенные, понимают по-своему. Вот. Это совершенно разные вещи. И, значит, здесь вот одна из задач, которая стоит, как раз-таки, нужно сделать выборку оптическую, наконец, нормальную, полную, с тем, чтобы уже можно было сравниваться с рентгенами. Потому что оптическая выборка до сих пор, вот самая лучшая выборка это сделано компосигнации, хотя 189 объектов. Ну, а где эти заплаты, эти же, ну, это же... Так же так все, для вас, скорее всего. Если бы нет последних, я у кого встречал, из Таркана, люди жалуют, что до сих пор трудно за их лич, что они не туда работают, и так далее. И справлю ли вы сейчас? Ситуация не договаривая, никому не договариваясь. Никто не договаривается, я не держу час, может быть, это помогло, поскольку я туда довольно часто езжу. Значит, ситуация следующая, два года назад Пироханская обсерватория получила статус Национального центра. У них повысился бюджетное финансирование почти в трое. И они на волне, так сказать, поддержки правительства и академии алюминировали 2,6, переалюминировали зеркало 2,6, заменили систему управления на 2,6, помогли нам заменить систему управления на метро, сейчас вполне потихоньку собирают силы для того, чтобы и 2,6, и метро содержать и поддерживать так, как положено. Прогресс? Нет, там определенный прогресс серьезный. Спасибо большое. Ну, потому что здесь, а все вы думаете, и не так. Мы переходим в радио «Позор». Докладчик, Михаил Васильевич Апатов, радио-пертиментричный «Позор». Я расскажу о радио-пертиментричном «Позор». Я расскажу о радио-пертиментричном «Позор». Российский радио-пертиментричном «Позор» и начнутся в радио-пертиментричном «Позор» и «Позор» и «Позор». Потому что эти телескопы проектировались как прецизионные астронометические инструменты. Они состоят из трех радио-пертиментричных «Позор» «Позор» «Вода» «Возлетики на Северном Кавказе» «И два года назад на телескоп РТ-70 «Позор». Два года назад мы установили радио-пертиментричную аппаратуру на РТ-70 и надеялись, что мы сможем там наблюдать и так далее. Получили решение Министерства обороны. Но эти надежды, к сожалению, не сбылись и поэтому телескопы здесь на этой картинке и листовом словно. Что такое квазар? Это триампен расположенный светом землячуке и вода, как я сказал. 32-метровый телескоп и сантиметровый диапазон. Представляет собой многоволновый комплекс в новой аппаратуре. Вокальная кабина вид сверху с контрефлектора. По кругу расположены рупора приемные. Это рупор самой длинной волны 18-21 сантиметр, 13-15 сантиметра. В этом окне через ходы от рупора от одного до 6 сантиметров. Приемные комплексы одинаковые. Предназначены все приемные, теперь приемные двухкруговые канализации, правую и левую круговую. Транзисторные усилители охлаждаются до водородных температур. Параметры этих приемников сейчас я покажу. Вот приемные лучшая волна это 6 сантиметров и дежимовая температура лучше 20 градусов. Это включая приемника, антенны, небо, ралактики, интерлакс, это все, все, что есть. Конечно, не такие же хорошие параметры на более коротких полнах, в силу древней атмосферы, ну и технологические возможности аппаратуры тоже. Особенность астронетрических инструментов мы не можем во время наблюдения менять подключение в системе, поэтому пуссируется телескоп на средних углах и даже меняется. Поэтому если меняется положение источника, то меняется немножко и его эффективность. Это вызывает определенные трудности с анкотильной ребровкой. Вот это на волне 3,5 см правая и левая туровая гармонизация киневая стопосеронки. На волне 1,35 конечно более остро открываем и ясно, что эффективность к положению изменения высоты деформации больше. Геограмма направленности измерены, все имеются достаточно хорошие. На телескопе установлена аппаратура регистрации стандартная, совместимая с международными службами, с международными РАДДС и вообще всеми международными телескопами. сегодня это в нашей разработке система преобразования сигналов, регистраторы стандартные мировые МРТ-Ди-Плюс и естественно сюда добавлены спектрометры и радиометрическая регистрация в широком канале. В широком канале имеется в виду в всей полосе промежуточной частоты. В основном занимается комплекс работает круглосуточно идут астометрические наблюдения и РАДД-наблюдения по стратегическим программам и наблюдения в режиме одиночного телескопа. Еще раз подчеркиваю, что приоритетом пользуются конечно программы РАДД-наблюдения то есть радиоинтерфермерметрия идет первым приоритетом а программы одиночного телескопа уже немножко на втором плане. Это не значит, что они не принимаются к осмотрению. Вот показано статистическое наблюдение в этом году. Верхняя кривая это число сеансов наблюдений и здесь конечно резиновую долю занимает астронометрические наблюдения. вынуждены зарабатывать деньги на проведение наблюдений потому что так приключилось что Федеральное агентство научных организаций на эксплуатацию наших инструментов копейки не дает. При Академии наук финансирование осуществлялось с программой муникальной густомо Российской Академии наук. Ну а у ФОНО это сразу все кончилось. Из тех 10 миллионов которые кроме зарплаты выдаются на институт хватает разве только нормального. Нижняя кривая это уже по времени наблюдений и здесь вы видите что преобладают в основном астронометрические наблюдения конечно мы ведем какие-то астрономические программы. Должен сказать что одну из программ так сказать опять поднажимым наших учредителей приходится сворачивать у нас нет никаких возможностей реально вести наблюдение по проекту радиострон сразу вопросов не было потому что основные задания института это не ходят в такие программы и ФАНО обратило внимание что мы не имеем права тратить бюджетные деньги на другие программы это вопрос кто платит за это деньги на мой взгляд инструменты должны поддерживаться отдельно работа инструментов должна бесспешиваться совершенно отдельно не так как иначе но это мой вопрос вот астронометрический мы ведем большинство программ это международные или наши это международные службы РСДБ это программы по определению ПРВЗ программы по определению времени всякие программы уже более частные там типа как continuous когда мы проводим наблюдения в течение месяца безостановочные наблюдения для определения короткопериодических всяких зависимостей ну и конечно мы ведем наши отечественные программы которые позволяют нам в зависимости социальной федерации по параметрам обращения земли проведены поправки и это все изображения программы кроме этого мы работаем по стратегическим программам работают телескопы это в составе сети европейской СДБ сети немножко по проекту радиостров ну и собственные программы которые у нас проводятся обычно в совместности с различными организациями поможем или наше синий мы ведем наблюдения посвящения гамма-слесков совместно с ГАО и САО наблюдения активных ядер галактик внутрисуточные вариации источников ну и конечно спектральные наблюдения гумии ну вот пример таких предмет наблюдений косвещения галактик теста здесь показывали наблюдения сравнения этих наблюдений наших результатов полученных сравнений а не результаты которые получены на американские счетки мы мониторим проводим мониторим проверные изучения ядер примеры различных внутрисуточные вариации полагания источников неопределения где проходят изменения то ли из факультетов построения источника должен сказать что мы так приключилось исторически что радиоантехрометрические наблюдения проводятся ввиду большой кооперации и международной кооперации а еще более доусловно было проведение астрометрических программ потому что для уточнения небесной системы координат и земной системы координат параметр вращения должна быть международная операция поэтому на наших пунктах установлены еще всякие дополнительные оборудования это лазерный локатор системы довез ну и радиоантехрометрические станции содержания инновационных спутников мы решили мы решили а точнее международное сообщество приняло решение перейти на астрометрические программы нового поколения то что это значит идти с координатами по земле от миллиметра то есть иметь систему координат глобальную на земле фиксированную порядка 40 и там 40 включимых станций которая позволит построить систему координат лучше миллиметра для этого были разработаны технические требования и сделаны разработаны фирмой площадной группой верфкс и метанотроник двумя антенны специально для этих целей имеющих более высокий частотный диапазон и более стабильные параметры мы включились тоже в эту работу и система облучения цепеновская лицевой фокус которая позволяет получить эффективное зеркало порядка 07 ну 70% это много мы включились в эту работу в 2012 году и вот сегодня мы это план обсерватории в январе в декабре прошлого года мы поставили вот такой телескоп ВОДАР смонтировали телескоп и телескоп увидел мирный свет ну можно посмотреть более утровая картинка это новый телескоп это лазерная локация и на крыше здания установлена аппаратура радиотехническая такой же телескоп мы смонтировали в Зеленчуке и вот пару недель назад мы сдали эту работу государственной комиссии телескопы предназначены в основном для астронетки для определения поправок к бортовой шкале временной ГЛОНАССО мы определяем эти поправки благодатьими телескопами с точностью около 20 секунд я должен сказать для того чтобы сделать такие телескопы нам пришлось не только делать телескопы но и качество поверхности телескопов здесь показано на среднем угле конечно висоты деформации сверху снизу произнесены на среднем углу но в общем зенечу ладары точность поверхности это порядка 50 микрон это позволяет проводить наблюдения на вк диапазоне с эффективностью лучше чем 70% мы разработали приемники для таких антенн это шестиканал приемник по 2 поле 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 охлаждаются реагенными машинами до 10 градусов термина там действительно на самом деле вот такой блок схема приемника традиционные параметры ожидаемые вот здесь сегодня они уже измерены получены разработан в нашем институте по традиции заказали Киеву Сатурну должен сказать что намалились больше чем следовало вот это как раз основная часть скриоблок в котором расположены охлаждаемые подмена упора и усилители для измерения изготовлены специальную холодную нагрузку которая на вход приемника цепляется и позволяет нам оценить эффективность телескопа вот здесь вы можете посмотреть сделанные картинки фактировки телескопа это на 41 диаграммы фазы мы разработали специальную аппаратуру регистрации и это первый эксперимент в мире мы регистрируем сразу 500 мега герц полоса вот эта 8-канальная система которая позволяет регистрировать 8 каналов по 500 мега герц по 500 мега герц по 500 мега герц по 500 мега герц можно сказать что самое сложное во всей нашей работе оказалась борьба с министерством связи с каналами то есть предложение которое высказывают все наши связисты если вам нужен канал 10 гига герц в секунду прекрасно ориентируйте на вот такой канал и платите за год если вам нужно это на час такого не бывает ну и сами понимаете в этом проблема пришлось создать сториджи на каждом пункте набора линчестера которые там порядка 40 грабайт на эту цель складываются данные потом на более низкой скорости кроме наших стандартных мы проводим еще исследование атмосферы то есть мы построили радиометр с абсолютной калибровкой они позволяют прокалибровать задержку в тропосфере с точностью 3 мм если сухая компонента считается хорошо то ладно мы умеем как мерить и это нам позволяет получать параллель дальше для того чтобы обрабатывать в реальном времени один из вариантов создания приемников это широкополосный прием с полосой от 18 негагерц и при этом обрабатывать приходится сигналы непруговых поляризаций линейных в такой широкой полосе реализоваться круговые поляризации линейных поэтому мы создали программный в реальном 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 времени производительность вот написано 85 это один из достаточно больших компьютеров нашей страны что это значит что мы проводим наблюдения сегодня мы сдали комплекс Квазар так работает это значит что большие телескопы будут иметь больше ресурсов для проведения технических наблюдений и можно еще более широко использовать кроме этого в России имеются перечисленные все телескопы которые есть я должен сказать что вопрос социалистами патолий на мой взгляд сегодня для науки практически закрыты для того чтобы заключить телескопы к работе необходимо решение совместной Минобороны Роскосмоса и еще кого-то сделать это довольно сложно но по крайней мере нам не удалось что такое вот он не расположен более-менее вы все знаете что из себя представляют телескопы тоже понятно а вот на РК-70 не поставили завершенную Баракову полностью и она полностью совместила с международной и все более-менее в порядке что касается телескопов РК-64 это телескопы АКВ-маниров космоса должен сказать что телескоп в Медвежьих озерах я думаю что для радиострономии абсолютная ноль по радиоклимату там работать ну какие-то диапазоны наверное можно но довольно сложные телескоп в Калязине который считался что он будет работать достаточно хорошо должен сказать что для приспособления для включения этого телескопа там модернизация этого телескопа по проекту радиострон было запрячено сотни миллионов рублей на результате всех этих работ телескоп до сих пор не работает имеется еще два сантиметровых телескопа в нашей стране это Пущино сегодня это даже радиострономить назвать нельзя это станция информации из проекта радиострона вы полностью занят только вечером и телескоп в Симеизе это был первый радиострономить телескоп в Советском Союзе который был включен международной службе РСДБ сейчас он участвует в сети АМС мы ей помогаем как можем присылаем модную международную службу по поводу международной службы РСДБ но должен сказать что этот телескоп сношен РСДБ аппаратурой прошлого года и мы не зря заменили аппаратуру нашими разработками потому что надежность достаточно мала вот вы можете увидеть первую руку которая как раз и приводила этот телескоп во международную службу здесь в России спасибо вам и приятного большое спасибо большое спасибо 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 я это написано на слайде просто я для примера привел один на самом деле десяток но может быть Юрий Николаевич мне скажет хорошо и хотел сказать что РТ-22 РТ-22 Используйте данное степенье на данном источнике то есть не только мы я это знаю все зависит от процента времени скажите РТ-22 РТ-22 все-таки он будет ориентирован и заработать по настоящее и вот так Вы знаете сказать довольно сложно я могу сказать мою точку зрения как я считаю когда федеральная агентство научных организаций стала говорить что нужно соединять организации я сказал что я вижу только единственный способ как чего-то обнять если нужно объединять то нужно объединять каким-то смыслом страна должна сказать что надо от оптических астрономов например и пример моя точка личная она не принята это другой вопрос оптиков нужно объединить в один центр радистов в другой центр и эти центры сделать аналог чего изобретать на рао есть но а есть а на мой взгляд если крава я не знаю за какие деньги крава планирует это надо обсуждать с кравой я не вижу полезно было бы подсоединить наблюдения потому что три телескопа это минимум то есть для замыкания фаз если вдруг что-то с одним происходит то это уже плохо конечно это полезно это нужно было бы делать я в свое время говорил что нужно подсоединить к работам по этим программам но это не от меня зависит а по поводу в мире поляризации у вас есть примеры облетения да да с этим как нет ну по объектам это только ну если не не перечислили объекты а классы Сергей могу сказать что здесь только разработана аппаратура примеров наблюдения вот это нет потому что мы только-только научились коррелировать под разными углами линейные от широты зависит не начинаются вопросы спаррелирования но это не закончили работу закончим в следующем году последний вопрос у нас у нас уникальная уникальная это 70 метров это не у нас появились уникальные 13 метров с 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 зарабатывать какие-то деньги. Если вы получите деньги, вы будете платить. Если она будет, то будет. Теперь по 13-земетровым телескопам. Я считаю, что вполне спокойно можно это делать. Нет вопросов. Давайте обсуждать. Вы в телескопе вступили в опытную эксплуатацию. С ним вариация, ничего. Сейчас они работают, поэтому и так. Спасибо большое. Доклад сегодняшней сессии. Опыт организации работников консорциума и организации для детей поддержки в Германии. Я выступаю с этим докладом по поручению от немецкого консорциума Еразиты. Я так понимаю, после сегодняшних выступлений будет закрытое заседание. И хотелось бы получить некоторые ответы на поставленные вопросы. В чем, собственно, суть? Суть следующая. Если кто не знает, я расскажу тогда. Данные развиты полностью всего неба будут находиться как в реке, так и в институте земной физики. Мы, как говорится, обе стороны будут знать про то, что делает другая сторона. Тут все ясно. И, ну, у каждой стороны есть, значит, свой четко обозначенный кусок неба, по которому, значит, люди имеют право работать и писать статьи. То есть, с этой точки зрения все четко разделено, и каждый сам в статье пишет сам. Кроме того, поскольку нет договоренности о совместных сотрудничествах, то любое сотрудничество с одной из сторон исключает сотрудничество с другой стороны автоматически. И это отслеживается как с стороны из Наштарича, так и с нашей стороны. Если кто-то узнает, просто говорите нам, мы таких любимого наказываем. Можете Наштарич сказать, можете мне. Результат должен быть одинаковый. Сам Наштарич наказывать не будет, но вам не покажут. С этой точки зрения это как бы отправная точка, то есть, поэтому презентация здесь, она дается для информации. И, естественно, что у людей есть одинаковые научные проблемы, и, естественно, они с помощью данных коррозитов надеются, как говорится, эти проблемы свои решать, получать интересные результаты и их опубликовывать. И, естественно, что, ну, люди, когда занимаются этой наукой, естественно, возникают, может быть, некие сложности, и они возникнут у всех. И, естественно, хочется как бы обсудить со специалистами. Вот с этой точки зрения информация, которую он предоставлен в этом докладе, она может быть полезной. И, в том числе, и для людей, которые работают в Германии, им тоже хотелось бы знать, с кем, если что, обсуждать проблему. Потому что, если там люди, которые занимаются звездами, приходят к нам с молоком, ну, мы смотрим на них как бараны на новые ворота. Ну и что вы к нам пришли? Найдите с тем, с кем вы можете разговаривать. Зачем вы к нам-то пришли? И, вот, в этом смысле, им же тоже надо с кем-то говорить. Вот, в этом смысле, собственно, доклад совершенно правил. Как бы... А то... Потому что есть... Возникают вот некоторые... Вот это люди, они потеряются, там, вот, данные наши... Есть у нас ваши данные? Есть. А все данные, а мы просто не имеем права. И вы не имеете права. То есть, смысл именно... Можно понять? Ну, скажите. Я могу вам сказать следующее, простично. Значит, когда... Начинали эту миссию. И когда были все разговоры, разговоры очень быстро пришли к тому, что мы делим небо на две части. И дальше, значит, с одной части работает немецкая страна, с другой российская. Российская, несмотря на то, что данные будут веки, не имеет права, кроме данной калибровки, ничего использовать и никому внутри страны давать. Понимаете, это не наше. То самое. То самое. Да, но вы сейчас говорите немножко иначе. Мы все будем знать, мы все посмотрим. Нет, договоренность такая, что ни один честный человек... Ну, понимаете, есть люди разные. Но он никогда, он знает, что это не его. Воровать он не будет. Понимаете? Вот наша комьюнити, во всяком случае, все понимают, что есть немецкая часть, и мы туда не повезем. Я надеюсь, что, во всяком случае, при Триумпире и Хазингере гарантировала, что немецкая сторона никогда не повезет. Это все правильно. Сейчас появляются новые люди, у которых интерпретация такая. Мы будем иметь, мы будем знать, извините, это звучит не очень. Хорошо, я тогда еще раз подавлю формулировку, чтобы было ясно, чтобы не возникло какого-то подозрения, что мы ждем людей с данными. Да нет, говорите. Естественно, это было бы хорошо. Расскажите это, пожалуйста. Хорошо, я помню. Расскажите, я помню. В общем, основное заключение высказано было именно в том, что данные формально у нас есть, но мы их не имеем права использовать и не будем. И поэтому не надо к нам с этими данными идти. Бесполезно. Потому что есть договоренность. И это договоренность на более высоком уровне. Я это хотел сказать. Я лучше скажу два раза, чтобы было никаких новых высказываний. Нет, и быть не может. Ну слава Богу. Давайте дальше. Так. Естественно, на самом деле это хорошо, что мы вопросы разобрали, потому что это вопрос ключевой. Потому что вот эти вот недоговоренности, они, естественно, они плохо отражаются на работе. Вот. Хорошо. Значит, у нас есть, собственно, набор научных групп. Здесь представлены. Я по каждой из них пройдусь в деталях. У меня нет вот вот слайда по вот этой новой группе, которая занимается переменностью источников. Это достаточно новое направление. Они сейчас, сколько не сформировались. По крайней мере, ничего не прислали. Но об остальных расскажу в деталях. Есть группы технические более-менее, которые, вот вы слышали доклад сегодня по калибровкам, которые, собственно, занимаются полезным делом. Естественно, работа внутри многих этих групп, совместная, она уже проводится. И эти люди, там, как Херман Брунн, уже был такие, уже устанавливал свой сорт. Хорошо. Значит, с точки зрения скоплений, значит, это одна из рабочих групп. Значит, есть, как бы, ну, в группе где-то, может быть, 30 человек. Чем они каждый занимаются, ну, можно в отдельности говорить. Ну, значит, люди, которые, как бы, раздают задачи и принимают заявки, ну, на интерес. Части группы, вот они представлены здесь. Я, значит, один из них, Джо Мор и Том Сракель. Ну, и, собственно, научный интерес, это, как бы, космология со скоплений галактики и другие, значит, вопросы, связанные с этим. Это, значит, и группа Галактики, значит, и физико-скоплений, а также галактики Галактики. Вот. Группа, которая занимается Гиенами, это группа, значит, председатель этой группы, это директор Гиен, значит, Пол Нандро. И Антонис Киркокайбис, это астрономатор, они, значит, ему помогают. Ну, и, собственно, Гиен, то есть, доклады были на конференции, то есть, и группа, собственно, тоже занимается, похоже, наукой. Вот. 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 Как функции светимости, так и детальных исследований, значит, аккреции на сверхвосенную дыру. Вот. И с использованием, значит, элементов анализа косметрального, так и пространственного исследования объекта. Вот. А следующая группа, это нормальные галактики, то есть, те, которые, чьё излучение не доминирует, собственно, все этой дырой. Это, значит, представлены здесь Франком Харвеллом и Манами Сосаки. Вот. И, значит, они занимаются, ну, галактиками локальной группы, структура галактики и, как бы, горячая миросвездная среда, вот, и составляющие компоненты, оболочки, в том числе компактные, значит, рентгеновские, двойные и, ну, и популяционное изучение галактики. Это всё входит в эту группу нормальные галактики. Следующая группа, это группа по компактным объектам, здесь компактная сессия ещё будет. В следующие дни я так понимаю. И, значит, представлены, то есть, Андрея Сантанджело и Аксел Шлоппе, они, значит, у нас руководят, собственно, этими группами. И, значит, их научный интерес, естественно, вот, как Йода Карлик, микронзвёзды и фермереры и кульсары, там пахнут двойные, сверхсильный момент для Паля и, значит, координаторы сверхновых ординат входит в кульсаре. Ну, в том числе, значит, отчасти от галактики ещё меньше на них, да? Ну, это очень много этих групп. Вот. А следующая группа, значит, эта группа занимается религианскими, религианскими лучами звёзд. Это группа из Гамбурга, вот, здесь, значит, Йорген Шмидт и Анна Рубрада. Руководят этой группой, по-моему, помимо них. А, ну, вот, есть уменьшенные люди, по крайней мере, в частных работах этих групп. И они, собственно, занимаются активностью в качестве магнитной активности звёзд, которые управляют себя в Ренгейме. Вот. Такое. Так. Ну, и... Аммарное спасение наушной групп – это по объектам Солнечной системы. Системы. Значит, у нас Флаконор Аденал, ВПИ, он руководит этой группой. И задача этой группы относится к системе, значит, комет и, значит, планет, так же протяжённого элементского излучения, количества системных. Вот. А, всё-таки ещё одна. Ну, сколько? Ещё одна группа есть по отдельно, по остаткам свышецветного и протяжённого излучения. И здесь у них карты, собственно, излучения, тёмные клавосы, как я уже пропущу. Используется просто излучение поглощения на тёмных облаках. Вот. Вот. Также, значит, нейтропульсанты. И, значит, на практических частирнов. Здесь. В том числе, Вернер Баблес у нас записали. Значит, здесь Вернер Беккер, Фрайвер. И, значит, сасадки ещё. Вот. А, дальше тут клинические группы по анализу данных. Вот, например, у нас ответственная термонология. Вернер Беккер за это. И, как Вернер Беккер, как он мне сказал, в тёмных минут, в тёмных, в тёмных программное обеспечение уже должно быть установлено в реке и регенературу. То есть, ожидается, что люди будут этим пользоваться. И его задача, кстати, как раз в том, чтобы вся вот эта обработка данных, по анализу данных работал. И, значит, у всех были данные одинаково стандартно. Чтобы все получали одинаково, ну, грубо говоря, чтобы не было восхождения результата, связанных с разницей обработки данных. Вот. Значит, доклад по калибровке сегодня Вадим сделал. Вадим тоже относится к этой группе калибровки. И официально Вадим в группе к нашу конвердера. И Вадим в деталях рассказал результат работы этой группы. Сегодня упоминалась работа по, именно, по крайней мере, не работа, а вот интерес к фону. Регенус, не регенус, какой будет фон. Естественно, когда перозит начнет работать, нужно будет этот вопрос изучать. И ответственный за это изучение Михаил Фрайберг, он много сделал для XMM в своё время, для того, чтобы не планировать такой фон к XMM. Это важная работа, которую тоже нужно будет проделать для её развития. Специальная группа по оптическому полуакууму. В общем-то, формально у нас Джо Морзе ответственен, но, как оказалось, это никакая коллаборация не хочет просто так отдавать своих данных. И изначально идея Джо Мора на них получилась. То есть, коллаборация в детстве, например, совершенно не без ума от счастья от того, что Джо Мор решил нам эти данные отдавать. То есть, это пример того, как любая коллаборация на такие шаги реагирует. То есть, удивляться не приходится. Поэтому это всё, на самом деле, достаточно сложно. И смешения сейчас все будут приниматься на более высоком уровне. То есть, это уровень выше, чем у РАЗа, потому что другом не получается. Задача собственной группы – это получение фотометрии, производство оценок смещения по фотометрии. Здесь как и обзор ДЭС, так и текущие обзоры Европейской Южной обсерватории. Использовать. Вот. Потом, ещё одно у нас решение было в институте Макса Планка, то что у нас, на самом деле, тоже не миллион человек, народу, и почти ничего мы сделать тоже сами не можем. И фактически вся работа, она распределена. То есть, помимо того, что мы... Помимо рентгена, нам фактически ничем заниматься и не дарует. Мы можем считать, что уже нам не столько народу. И, например, даже ассоциация источников между рентгеном и артическим пытается сейчас отдать на Хоккинс. И там Алексей Дейвис, у него есть своя группа, которая знает, что они будут. И они, возможно, этим будут заниматься. Вот. С точки зрения получения спироскопии, я вам показывал, собственно, работу проекта Spider, по крайней мере, по скоплениям. Они фактически ядрия тоже смотрят. И, естественно, мы готовим проект внутри. Значит, EZO это проект FullMost. Это, собственно, прибор, который еще надо построить, и на который еще надо денег собрать. Вот. И поэтому сейчас активно ищут люди, которые хотят участвовать. В этом проект недавно остались, нашла деньги и решила участвовать. И, естественно, как только наберется достаточное количество участников. Это значит, что программа закроется, потому что, ну, им всем пообещают, что их объекты в прошлом году. Ну и, в принципе, как бы, я так посмотрел, если говорить о числе источников значительно меньше, чем миллион, то просто договориться и пронаблести что-то на юге с этим прибором, я думаю, большой проблем не предоставит. Вот. И поскольку, на самом деле, поскольку вот это наблюдение, как я сказал, что, с одной стороны, вы стоите Максу Платко, мы практически ничего делать не будем. А с другой стороны, то, что Бьюти делает, оно, в общем-то, за деньги всех стран, участников ИЗОП производится, то самый простой способ работать с данными – это работать по оптической поддержке. Вот. По крайней мере, это так работает все у нас. Вот. И, естественно, людей, которые занимаются поддержкой, надо сказать, в момент не так, не так много. И их нужно будет гораздо больше. Все. Это у меня последний слайд. Я, значит, закончил. Надеюсь, что я, все-таки, я извиняюсь еще раз, Штареевич, я, наверное, не правильно высказался. Все друг друга понялись. Я надеюсь, что они будут вместе с комплектацией. Вот. И что это, как бы, послушать тем, что, как бы, ну, улучшению взаимодействия именно на уровне научном, прямом. Потому что, конечно, через директоров института, как бы, обсуждать, а почему нет, звезда не светит, оно, как бы, достаточно глупо. Спасибо. Я... Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я уже... мне хватило, значит, это вечер. Мне на один день хватит. Можно другой день сажать. Я могу сказать следующее, как я участвую в этих переговорах по эрозите с самого начала. Здесь еще есть несколько человек, не знаю, Женя Чурадов. Разглавка такая, что договоренность следующая. С самого начала немцы сказали, что они откроют свои данные. Сначала речь шла о том, что они откроют через год, когда мы сказали, что у нас мало. И мы через год просто свои все данные не сможем отработать. Поэтому мы откроем, когда поймем, что через 2-3 года мы будем знать, что мы сможем обработать. Немцы именно так работали с Росатом. Американцы очень злились, но они несколько лет после того, как обзор кончился, они их не открывали американцам, работали просто, что сами не обработали, не сделали все карты и так далее. Но мы, естественно, хотим, что раз Россия платит за этот спутник, очень много, спутник стоит больше, чем любой телескоп. И мы обещаем, Россия обещает работать с этим спутником дальше, что тоже очень большие расходы. Но мы обязаны просто получить результат. И мы будем стараться получить этот результат и обработать с моим половином января. Теперь, значит, насчет того, что как. Явно, тем не менее, на них давление ДЛР и давление, значит, американцев, в первую очередь, и других стран Европы, через сколько-то лет, они опять, они твердо не говорят, но через 2-3 года, после того, как данные будут, обзор, например, будет закончен, они откроют свои данные всем, включая нас. Ну, и от нас ждут, что когда мы обработанно опубликуем основные результаты, мы тоже откроем свои данные для всех. Так как это делает план сейчас, данные, данные, ясно, что это будет не до бесконечности. Обязан их открыть, да. Вопрос, ну, как будет идти работа, мы примерно такие сроки обходим. Вопрос, ну, как будет идти работа, если Россия платит за счастье, правильно? Если Германия, то тоже, конечно, тоже, как резюанс, очень хорошо платит, это то, по-моему, стереть не было. Если там нет доступных и там, и там, это как понимать, что это было. Немцы откроют свою часть, значит, и ваше. У меня вопрос действительно... Не-не-не, я сказал. Я сейчас кощу, задать просто один, и заделый вопрос. Международный проект, то для посадящих здесь, нужно принести вне одну цифру. Товарищи, мы откроем данные через три года. Для этого, извините, это наше было первое. Ну, вот, значит, вопрос, когда и на каком уровне это будет произнесено? Только где-то, собственно, это... Где это будет, это опубликовано. Вот сегодня РИРОН новости сообщили, когда будет запущен план. Россия. Сейчас вы подоградаете с анариканцем, которые делят участки на Луне. Но пока еще туда никто не добрался, и Россия пока никуда не полетела. Может быть, это... Я думаю, что вы из вашего зрения. Я с вами совершенно согласен насчет того, как вы сказали право в первой ночи. Вот мы не возражаем, оно и будет предполагаться именно так. Очень долго обсуждалось, как можно поделить данные. Обе стороны, и немцы, и наши, страшно боялись колхоза. Что все вокруг колхоза, а все вокруг моего. Понимаете? Вот думали поделить по типам объектов. Ну, естественно. И там оказались люди, которые хотят заниматься с половиной здесь. Вот. Поэтому было принято решение. Сначала самое безобидное, поделить небо пополам. Поработайте. А потом и все время говорим о том, что когда обработает каждая сторона, перед тем, как обе стороны откроют, мы объединимся и сделаем вместе. После договоримся, как объединиться. Но вообще говоря, есть только несколько задач, где половины неба недостаточно. Вы понимаете, по половине неба мы можем сделать, сказать, что как, потом искать асимметрию или что-то. Вот это будет сделано, это договорено, на это есть все абсолютно, о чем я говорю. Все записано там, десятки меморандов, которые подписаны на уровне агентств двух сторон. Или на уровне идти. Это сделано. Так, давайте на вопросы походим так, Заши. Вот мы решаем через... Знаете, что? Мы не знаем, народу мало. Народ не весь может обрабатывать сейчас. Это понимаю. Вот, поэтому мы не знаем, за какое время мы сможем обрабатывать. Но не за полного времени. Мы не успеем отойти. Народ, давайте закончим. Мы продолжим дизвучь, Заши. Можно спросить такой вопрос по поводу транзиентных источников, которые будут в неразите. А с ними как? Они будут на нашей стороне, все транзиентные источники, только на их стороне. На их стороне нет. Для них требуется часто оптическая поддержка или другая поддержка. Это будет на нашей стороне. Мы выбирали, у нас было специальное собрание. как выбрали Северное Небо, потому что наши телескопы есть только на Северное Небо. В общем, на чьих главе и трезвездия? Второй поддержкой. Правильно? Правильно. Так, хорошо. Так, последний вопрос. И дальше. Сложный вопрос. Ни на один вопрос, что не сомневался. Отвесит. Может, как бы порой вы считаете? Галактический центр. На какой группе эта ситуация относится? Не может проходить линия раздела. Нет, это вопросы научные. Поэтому на них можно ответить. Мне казалось, что я где-то видел. Когда один вопрос не напынет. Да, да, да. Галактический центр был. Вот здесь вот на... Мне казалось, что на рейтингах сейчас. Сейчас на рейтингах тоже не знал. Группы у них на центре есть? А-а-а. Видимо, настолько сложный вопрос, что даже побоялись его вставлять. Никто не осмелился выразить интерес к галактическому центру. Ничего. Я если можно, я вам вводил. Специальная, специальная, секретная наушная группа, о которой даже я не стал заниматься. Хорошо, вы пожалеете, что на один вопрос. Ну вот, да. Даже на этот вопрос не сумела ответить. Я могу сказать, что я по-простою дискитировался и по предложению Питера Претеля было сказано, что галактический центр будет как Берлин. Но договорились, что не будет. Но это было по шоку сказано, но сейчас надо много, что галактический центр и так и другая страна получат и будут просто, так сказать, кто там туда идет. Это договорено. А так, в общем, делится от северного полюса эклиптики к южного полюска эклиптики. Все абсолютно обговорено и записано. Если нет реальной зоны, в зоне Рыля. Ну, сам галактический центр не поделили, что не поделили. Ставим. Не поделили. Больше цепленки. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Так, коллеги. Да, вот коллеги. Поправка маленькая по поводу совещания, которое сейчас будет 200-й, помните? 200-й, 200-й. Ну, сейчас мы туда все пойдем. Ну, сейчас мы туда все пойдем. Ну, сейчас. Ну, это немалые деньги. Доброе утро. Прямо. Здравствуйте. Спасибо. 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 Спасибо.